День Города 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 На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на пресечение административных правонарушений в части статьи 14.26 Кодекса административных правонарушений. Это нарушение правил обращения с ломом отходами черных и цветных металлов, а также их отчуждения. В ходе рейда полицейские выявили на окраине Рязани в поселке Никуличе пункт приема металлолома, который действовал без оформления необходимой для этого лицензии. В Большом ангаре без соблюдения правил приема вторсырья была организована приемка у населения ломом черного и цветного металла. На нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь опровинившемуся грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Сколько еще в ближайшем будущем обнаружатся таких подпольных деятелей пока неизвестно. Рейдовые мероприятия между тем продолжаются. На лыжных трассах Рязани установили информационные щиты. Специалисты спортивной школы «Вымпел» разработали схемы лыжных трасс, которые размещены на информационных щитах, сообщает Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города. Информационные щиты установлены в поселках Солочи и Галенщины в мемориальном парке и лесопарке в районе торгового городка. Лыжные гонки – единственный зимний вид спорта, который культивируется в нашем регионе. Первые состязания в лыжном беге на скорость состоялись в Норвегии в 1767 году. Затем подобные соревнования начали проводиться в Швеции и Финляндии. Позже увлечение гонками возникло в Центральной Европе, а к началу 20 века во многих странах Европы уже появились национальные клубы лыжных гонок. Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных видов зимнего спорта. Нет более демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и такого полезного для человека вида спорта. Особенности этого спорта – это уникально для организма. Это как работа сердечно-сосудистой системы, опорный двигатель аппарата на свежем воздухе. Всегда укрепление здоровья. Между тем, в Рязани вид спорта не самый популярный. Спортсменов воспитывают в спортшколе Олимпийского резерва «Олимпиец» под руководством Анатолия Бирюкова и в спортшколе «Вымпел». В школе подготовлено большое количество выпускников, учащихся, которые занимаются лыжами спорта на профессиональном уровне. Подготовлено 8 из 2 спорта. Один спорт международного класса «Чиванов» Дмитрий, который был в составе сборной России, даже отбирался на Олимпиаду «Ванкувер», но в последний момент не попал в сборную. Поэтому в настоящий момент в школе занимается 404 человека, учащихся. Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» по лыжным гонкам была открыта 6 января 1982 года постановлением Рязанского областного совета профсоюзов при профсоюзном комитете Рязанского завода автоагрегатов производственного объединения ЗИЛ. Для тех, кто занимается не профессионально, а в целях укрепления здоровья или ради удовольствия, возле официальных лыжных трасс города установлены информационные щиты со схемами. Такие таблицы можно видеть в поселках Солочи и Галенчина, знаменитых своими лесными тропами, а также в мемориальном парке и лесопарке в районе торгового городка. В последние годы все большую популярность набирают командные игры, связанные с перестрелками. Для тех, кто спорт любит больше, чем компьютерные шутеры, на любой вкус практически в каждом городе России открылись арены пейнтбола и лазертага. Для тех, кто любит пореалистичнее, работают клубы игры в хардбол. Но как приятно среди всего этого огнестрельного разнообразия прикоснуться к корням, взять в руки лук и выпустить в противника пару-тройку стрел. По словам организаторов, все, кто брал в руки лук хотя бы один раз, возвращались играть снова. Попадание стрелой не причиняет боли и не оставляет гематом. Это и есть главное преимущество перестрелки перед конкурентами, организаторами пейнтбольных боев. Кроме того, от лука можно увернуться, а стрелу поймать рукой и запустить обратно в соперника, что добавляет в игру особые атмосферы. Команды играют на поле прямоугольном. Каждая команда на своей площадке. Задача за пять минут выгибить максимальное количество противников. Главная цель проекта заключается в том, чтобы люди, желающие заняться стрельбой из лука и другими традиционными развлечениями, знали точный адрес, куда идти. А пока сей досуг можно заказать себе на дом – во двор, на школьный стадион, в спортзал и на любую другую более-менее удобную для перестрелки из лука площадку. Существует много сценариев ведения боя, так что задействованы могут быть и дети, и родители. Игру можно вести как в дуэльной форме, так и стенка на стенку. Лучный бой настолько универсален, что для игры подойдет даже небольшой школьный спортивный зал, в котором легко можно устраивать, например, турниры. Там же есть и другие сценарии, но они уже менее соревновательные, они более развлекательные. Есть сценарии взятия базы, заморозки, есть сценарии с нескольким количеством жизней. Здесь представлены более спортивные сценарии, когда у каждого игрока по одной жизни и игра на вылет. По словам Светланы Морозовой, перестрелка – это лишь одна ветвь большой игровой вселенной под названием «Центр приключений». Этот проект включит в себя множество этнических развлечений, близких по духу каждому жителю страны, но со временем забытых. В числе прочего будут и популярные на севере охотничьи забавы – метание топоров, ножей и копья в мишень, бросание бревна на дальность, возможность пострелять иглами из духовых трубок. Все это раскрывает в людях такой потенциал, о котором они не догадывались раньше. Мы будем проводить турнир регулярно. Следующий турнир у нас планируется в апреле следующего года. А также будет турнир среди школ города Рязани, который состоится в преддверии 23 февраля уже в будущем году. Медленно, но верно такие развлечения становятся популярными. В первом открытом областном турнире по лучным боям «Перестрелка», посвященном 75-й годовщине битвы под Москвой, первое место занял Рязанский строительный колледж, второе место – Академия права и управления ФСИН, а третье место – Рязанский колледж электроники. Интерес к оружию не угасает в сердцах людей и в мирное время. Если кто-то любит взять в руки оружие, например, лук и стрелы, и принять участие в игровых войнах, то для созерцателей и интересующихся историей в городе открылся новый музей – Музей Стрельца. Валентин Горбачев в рамках работы Центра исторического туризма «Лики прошлого» довольно давно занимается реконструкцией материальной культуры военной истории России X-X веков. Однако для создания данного интерактивного выставочного проекта был выбран век XVII – период Великой Смуты, главными героями которого смело можно назвать «Стрельцов». Представление современников о стрельцах довольно-таки слабое. Что мы знаем вообще о стрельцах? Мы только видели их в комедии «Гайдая». Да, может быть, мало кто, некоторое количество людей видели их на картине «Утро следской казни» художника Сурикова. Ну, в общем-то, на этом, да, вот Петр Первый там им бороды порубил, и все, и это войско, значит, уничтожил как таковое. А на самом деле стрельцы играли довольно-таки большую роль и в эволюции русской армии. Став таким вот промежуточно-переходным звеном от феодальной армии к полкам новостроек, к солдатам, которые до сих пор фактически существуют, да, солдатский строй у нас, без них сложно представить эту эволюцию нашей армии. Помимо этого, они были носителями русских традиций и духовных, православных, и культурных, потому что они были ремесленниками на посаде. В витринах музея выставлены предметы, иллюстрирующие основные моменты жизни стрельцов. Здесь можно увидеть нательные кресты, копию поручной записи, образцы денег 17 века, оружие и даже полное обмундирование стрелецкого головы и стрелецкого сотника. Вот здесь вот у нас представлен по реконструкции комплекса доспехов вооружения парадного комплекта сына Боярского. Это такой чин в русском государстве 16-17 веков, из которых как раз и назначали стрелецких сотников, которые руководили стрелецкими подразделениями. Здесь представлен его доспех, значит, металлический, стальной. Это байданы. Именно такая байдана, но гораздо более богато украшена, была у царя Бориса Годунова. На голове шлем, который по-восточному называется чичак или шишак. Ну и в руках у него, соответственно, большое количество оружия. Конечно, здесь нет предметов старины и археологических находок. Все представленные экспонаты – точная историческая реконструкция. Возможно, они и не несут в себе той духовной ценности, которая сокрыта в оригинальных реликвиях. Зато эти экспонаты можно потрогать, примерить, посмотреть, как они работают. Таким образом, знакомство с целым пластом нашей истории проходит, несомненно, более красочно, чем в привычном музейном формате. На этом у меня все. Смотрите новости и авторские проекты на сайте город62.тв. Присоединяйтесь к сообществу телекомпании «Город» в социальной сети ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в Инстаграм. Мы стараемся рассказывать вам о самых интересных событиях и касаться наиболее актуальных вопросов, волнующих каждого. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok